В Приморской картинной галереи состоялось открытие выставки «Ко Христову дню. Раритеты пасхальной коллекции и собрания Спешилова». В экспозиции представлено 60 самых интересных и ценных экземпляров. Среди них пасхальные яйца, изготовленные императорским фарфоровым заводом для государей и императриц, произведения неизвестных мастеров с ликами святых и библейскими сюжетами, экземпляры пасхальных сувениров и бытовых принадлежностей европейских мастеров, а также экземпляры, изготовленные в Китае для русских иммигрантов в первой половине XX века. Меня пасхальные яйца интересовали с исторической точки зрения. Во-первых, какой период, у кого были эти яйца, в чьих руках это было. Мы можем сказать, что яйца Фаберже можно оценить в каком-то денежном эквиваленте. Почему? Потому что там сколько-то карат бриллиантов, сколько-то граммов золота, платины и так далее. Но это чисто ювелирка. А вот эти яйца, которые история и как они прожили жизнь, представляете, вот есть яйца, которым фарфоровых 230 лет. Вот как это хрупкое такое яйцо столько могло сохраниться. Начало формирования у пасхальной коллекции положено новосибирским коллекционером Игорем Харламовым, собравшим порядка ста фарфоровых и стеклянных яиц, среди которых были и настоящие раритеты, не встречавшиеся ни в одной другой коллекции мира. А в 2014 году она обрела новый дом в Иркутске, заняв особое место среди других редкостей в собрании Александра Михайловича Спешилова. Меня спрашивают иногда, а сколько это стоит? Я всегда отвечаю, это бесценно. Это наша история. Она никогда не может оцениваться ни в рублях, ни в золоте, ни в эквиваленте, ни в чем. Вот такой вот подход у меня к моей коллекции. Фарфоровые пасхальные яйца – российский феномен. Первый такой российский сувенир изготовил Дмитрий Виноградов в 1749 году для императрицы Елизаветы Петровны. Уже к началу 20 века дарение пасхальных яиц стало светской традицией, а само фарфоровое яйцо превратилось в высокий светский сувенир – дорогой и изысканный подарок. Выставка работает с 23 апреля по 14 августа 2022 года. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.